Исследования последних лет показывают, что влажные салфетки для дезинфекции подвергают людей воздействию опасных химикатов. Салфетки содержат четвертичные аммониевые соединения, которые связывают с серьёзными проблемами со здоровьем и даже бесплодием. Сегодня разберёмся в этой теме подробнее. При выборе влажных салфеток важно обращать внимание на их состав. В частности, четвертичный аммоний опасен для асматиков. Также он вредит фертильности, снижая количество и активность сперматозоидов. А какие вещества в составе влажных салфеток должны быть? Влажные салфетки принесут пользу, если в них содержится спирта не менее 60%. Органический хлопок в составе повлияет на чувствительную и нежную кожу младенцев. Натуральные пропитки, такие как масла, витамины АЕФ, ромашка, облепиха и алоэ, хорошим образом поддерживают вашу кожу. Также к числу опасных веществ, которые входят в состав некоторых антибактериальных салфеток, относится триклозан. Он повышает выработку тестостерона и приводит к появлению резистентных супербактерий при частом использовании. Третье опасное вещество – это метил изотезоленон, который может вызвать контактный дерматит. А приносят ли антибактериальные салфетки какую-либо пользу? Да, действительно. Влажные салфетки принесут пользу при их использовании, после посещения общественных мест, контакта с животными, деньгами. Необходимо отметить, что обработка рук должна проводиться правильным образом. Мы обрабатываем влажными салфетками каждый палец руки, ладонь и наружную поверхность рук. Продолжительность обработки должна быть не менее двух минут. Вредные соединения могут оказаться в организме несколькими способами. Химические вещества поглощаются кожей или перорально после того, как вы прикоснулись к дезинфицирующей салфетке. Вдыхание спреев также вредно. Химикаты способны вызывать приступы астмы и бронхоспазма. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ.